О главных новостях Украины и Мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Фигуранты в погонах. Что происходит в Печерском суде, где избирают меру пресечения подозреваемым по делу о перестрелке в Княжичах? Поджог редакции подробностей. Почему спустя год нападение на телестудию так и не расследовано? В канун новой сессии. За что депутаты собираются голосовать и из-за чего спорят уже на старте? Пять больших реформ. Старт бюджетного процесса. Закон о реинтеграции Донбасса. Это только часть вопросов, которые сегодня обсуждали на Согласительном совете. В первом заседании накануне новой седьмой сессии Верховной Рады. Уже завтра депутатов ждет работа в парламентском зале. А сегодня главы фракции решали, с чего начать политический сезон. О депутатских приоритетах в моем материале. За два месяца депутатских каникул в стенах парламента, если что-то и изменилось, так это ковры. Часть покрытия в центральной части кулуаров заменили. Неизменно только риторика нардепов, реча хораторов, призывы и надежды. Эта осень должна пройти под знаком реформы. Образовательная, медицинская, судебная, пенсионная и даже реформа парламента. Вот пять депутатских приоритетов. И только к этим законопроектам в целом около 10 тысяч поправок. В каждой фракции готовы часами обсуждать все реформы по очереди и без устали искать плюсы и минусы. Министерство охраны здоровья должен сделать все. Провести широкие гражданские обговорения, показать все законные и подзаконные акты, которые обеспечивают, чтобы наши медические посадки надавались нашим гражданам в перехидный период. Мета цієї пенсионной реформы, по-перше, приховано подвищать стаж в выходе на пенсию, век в выходе на пенсию. Друге, приховано снизить все коэффициенты на рахование пенсии для тех пенсионеров, которые будут выходить на пенсию. Називают люди пенсионную реформу так – хочешь допомогти державе – помри до пенсии. То саме освитняя реформа, мы не имеем до нее много претензий, потому что вона вообще не имеет финансового покрытия, и это по великому рахунку декларація. Вже завтра мы перейдемо до расследования реформи освіти. И вы знаете, если кто-то из коллег критикует это, от нехай лучше он еде и разговаривает в регионах с этими вчителями, с этими працівниками школ, с которыми мы разговаривали почти год. Для того, чтобы максимально эту реформу сделать эффективно. Кроме разногласий по реформам, конфликтным может стать и закон о реинтеграции Донбасса. Сейчас даже не о сути его спорят, а о его готовности. Спикер уверяет, сначала документ должен одобрить СНБО. Но закона еще нет. В коалиции утверждают, документ практически готов, а оппозиция хочет его увидеть для начала. Он еще не есть под Неверховной Радой Украины, поэтому, соответственно, не может быть включен в порядок денный. Но я надеюсь, что в ближайшее время законопроект появится на расследовании Верховной Ради Украины. Цей законопроект, как я уже говорила, готовый на 99%. Единый момент, который сейчас проговорится, это включение в этот законопроект миротворцев, или миссии миротворцев. Его никто не видел, этот закон. Его никто не видел в очи. И если это закон, который просто втягивает политические амбиции тех, кто его разработал, то мы против. Мы выступаем за то, чтобы был четкий план вернуться к территории людей. Ключевое здесь, мы считаем, что должен быть адаптирован к Конституции закон о особенный статус Донбасса на определенный термин, на определенный термин 3-5 лет, для виновной инфраструктуры. Спорят депутаты о работе правительства. Оппозиция хочет услышать публичный отчет Кабмина, а не просто посмотреть письменный, поданный еще на минувшей сессии. Пока же в планах никакого отчета. Другие фракции желают, чтобы в Кабмине появились полноценные министры, а не ИО. Список условий, очевидно, во всех фракциях готовили поллета, хотя основные призывы не изменились с прошлой сессии. Екатерина Лысенко, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Пока Нардепы сетуют на несовершенство предложенных реформ, премьер напомнил избранникам и об их ответственности. Свое обращение к парламентариям накануне новой сессии Верховной Рады Владимир Гросьман разместил на своей странице в Фейсбуке. Мы должны провести пенсионную реформу, и для этого нам нужно 226 голосов. 226 голосов украинских парламентарей дадут возможность поднять для 9 млн. украинцев пенсионеров пенсии. Мы должны провести качественную реформу, которая уже находится в парламенте, и ожидает поддержки украинского парламента. Мы должны провести реформу системы охраны здоровья и принять ряд важных экономических законов, законов, которые будут впливать на бизнес, на развитие бизнеса в нашей стране. Генпрокурор тоже открыл сезон с обнародования достижений своего ведомства. Заявил, что установлены и заказчик, и исполнитель убийства депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом сегодня Юрий Луценко сообщил в Николаеве. Он отметил, что исполнителями в основном были граждане Украины, кроме одного очень важного лица, которое разыскивают уже несколько месяцев. Все остальные задержаны. А вот двум обвиняемым в перестрелке в Княжичах уже несколько дней не могут избрать меру пресечения. Прямо в эти минуты идет заседание в Печерском суде, на скамье подсудимых замглавы Угрошевченковского района и инспектор Корда. В минувшую пятницу вердикт вынесен не был, в суде стало плохо. Что происходит сейчас на слушаниях, узнаем у Ольги Теребинской, она на связи со студией. Оль, здравствуй, расскажи, какие у тебя последние новости. Здравствуй, Катя. Да, сегодня в Печерском суде столицы избирают меру пресечения двоим фигурантам по делу о перестрелке в Княжичах. Первый – старший инспектор Корда Андрей Курта. Его подозревают в превышении служебных полномочий и покушении на умышленное убийство. Прокуроры просили содержание под стражи. Адвокат и вовсе отклонить ходатайство прокуроров, а затем и об отводе судьи. Я считаю, что заявка не оборудована, оскільки вона была подготовлена завчасно, на початанном выигры. Но обоснованное ли заявление адвокатов решит уже другой судья. Будет ли это решение сегодня – неизвестно. И вот чуть больше час назад приступили к избранию меры пресечения еще одному участнику – экзаместителю главы отдела уголовной полиции Роману Мариновскому. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий и организацию умышленного убийства. Прокуроры также просят содержание под стражи. Но адвокаты попросили сделать заседание закрытым. И пресса покинула зал. Это уже третий фигурант по делу о перестрелке в Княжичах. Под домашним арестом уже Леонид Курята – экс-начальник уголовного розыска столицы. Ему инкриминируют те же статьи. Прокуроры уверяют – именно он отдал приказ своим подчиненным стрелять на поражение. Напомню, трагедия произошла 9 месяцев назад – 4 декабря в поселке Княжичи под Киевом. По официальной версии, столичные оперативники совместно с хордовцами готовились задержать банду, которая грабила дома. Тогда же в соседнем доме сработала сигнализация, и на место приехала полиция охраны. В результате правоохранители запутались, и началась перестрелка. Пятеро из них погибли. Главной версией полиции был несчастный случай. В генпрокуратуре настаивали – убийство было умышленным. Фигурантами дела в Княжичах являются более 20 правоохранителей. Троим вручили подозрения. Юрий Луценко анонсировал – вручат еще 8. Но когда – не уточнил. И вот только что, буквально во время нашего включения, стало известно, что адвокаты Мариновского попросили отвод судьи. Студия. Оль, спасибо тебе за все детали. Ольга Теребинская была с нами на связи из здания Печерского суда. А вот сколько потребуется времени, чтобы перед судом наконец-то предстали виновные в другом преступлении? Ровно год назад, 4 сентября 2016-го, подожгли наш офис. Это было сделано, когда в здании находились мои коллеги, готовили выпуск подробностей недели. Наш корреспондент Елена Зорина получила серьезные травмы. Огонь уничтожил часть помещений и технику. Дело о поджоге открыто, но имена исполнителей и заказчиков до сих пор официально не названы. Почему и как все происходило в следующем материале. Эта спланированная атака на службу новостей началась в 16-24 сентября прошлого года. Сразу несколько групп проникли в здание и подожгли его изнутри в трех разных местах. Вестибюль на первом этаже, а также студию и международную редакцию на втором. Со второго этажа огонь перебросился на третий. Десятки сотрудников оказались отрезаны от входа и вынуждены были спасаться на балконе и крыше. Многие надышались угарным газом и были близки к потере сознания. Корреспондент Елена Зорина пострадала больше всех. Из-за отравления дымом упала на лестнице и получила перелом боковых отростков позвоночника. Впоследствии провела несколько недель на больничной койке и еще несколько месяцев ушло на реабилитацию. Диагноз был страшный. Боли в спине периодически дают о себе знать, но несколько месяцев на восстановление это для того, чтобы прийти хотя бы в более или менее привычный ритм жизни. Начать пробежки, выйти на работу и чувствовать себя более или менее нормально. Потому что первое время, конечно, было сложно. Ну, благо, что я занималась спортом, да, и благодаря этому все более или менее проходило. Поджигатели же под прикрытием группы так называемых демонстрантов спокойно покинули здание. По требованию сотрудников телеканала нескольких нападавших задержала полиция. Но в тот же вечер отпустила. Прямо в момент пожара недалеко от здания был замечен Илья Киева. По кадрам видно, что он отдает команды. Тем временем полиция якобы проводит расследование. И начинает изымать вещдоки, но при этом забывает брошенные поджигателями каски, зажигалки и газовые баллончики. Уже на следующий день посыпались гневные заявления зарубежных и отечественных политиков. А также представители международных организаций. Среди них Human Rights Watch и ОБСЕ. Кроме того, в этот же день президент дает личное поручение генпрокурору. Не предпустимо, чтобы кто-то взрывался, подпаливал. Я уверен в том, что это не имеет никакого отношения к патриотам. И сегодня это не меньше, а больше шкодит Украине, чем любые контакты с провокаторами. Я доручил генеральному прокурору взять расследование под свой собственный контроль. 6 сентября после разбора сгоревшей аппаратуры полиции передают диски, на которых видео с камер наблюдения, где зафиксированы лица нападавших. Параллельно нардепы проводят свое расследование. 8 сентября они обращаются к главе с БУ с требованием переквалифицировать дело со статьи хулиганства на статью терроризм. Кроме того, называют личности организаторов. Кроме Ильи Кивы, в объектив камеры попал Алексей Капишинский, 86-го года рождения, руководитель Киевспортклуба. И Вадим Мизера, 80-го года рождения, кличка Мизер. Все детали и личности нападавших известны, но результатов следствия нет. На сегодня никаких информации нет. И, скорее всего, причиной есть то, что, может быть, расследование, которое проводит Генеральная прокуратура Украины стосовно организаторов и выполненователей, співпало с этим расследованием, власным, которое делал телеканал «Интер». И, скорее всего, те же самые люди, они и стали известны правоохранными органами. И именно поэтому этот подпал, он стал в чергу таких нерозкрытых злочин, как расстрел людей на Майдане, спаление людей в Одессе. И хотя еще 5 октября прошлого года Шевченковский райсуд столицы обязал СБУ расследовать поджог службы новостей по статье «Теракт», следствие не продвинулось ни на йоту. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, подробности, телеканал «Интер». Отсутствием каких-либо результатов следствия за целый год возмущены и украинские, и европейские организации, для которых свобода слова и безопасность работы медиа – приоритет. Такая ситуация, говорят эксперты, опасный сигнал для всех журналистов, работающих в стране. На жаль, через год мы не получим сигналу уверенности, что подобная форс-мажорная або варварская выходка не может повториться. Мы не видим ни належных следствий, ни звиту правоохранителей, ни подтверждения любой версии, какая бы она ни была. И главное, что снова изменится ставление до Украины и с боку международных журналистских организаций. Очень важно, чтобы следствие по этому делу стало приоритетным. В Европе, как правило, особенно когда идет речь о таком большом и важном новостном канале, к подобному инциденту отнеслись бы со всей серьезностью, и суд бы сделал все возможное, чтобы наказать виновных. Год назад мы заявляли, нас, конечно же, беспокоит, что власти Украины не только не расследуют такие вот случаи, но и что проходят года, месяца, и ничего не происходит. То, что произошло год назад, нападение, оно не должно случиться опять. И опять же, я повторю, что это важно и для других журналистов, которые живут в Украине. И это преступление должно быть раскрыто. Мы в очередной раз обращаемся к президенту, службе безопасности и другим силовым структурам с просьбой найти и наказать виновных в поджоге нашей телестудии. Чьи карманы ушли деньги, выделенные на проект «Стена», будут разбираться судьи. Военная прокуратура направила в Абалонский райисул в столице дело о хищении средств пограничниками. Сумма растрат достигает 100 миллионов гривен. Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Впрочем, это не единственное дело о хищениях на проекте «Евровал». Скандально известная «Стена» – проект бывшего премьера и главного фронтовика Арсения Яценюка. Начался он как нечто грандиозное. По крайней мере, сам Яценюк именно так анонсировал эту стройку века. И цену заявил немалую – 4 миллиарда гривен. Но «Стена», призванная остановить российское вторжение и именуемая гордо «Евровал», на деле оказалась достаточно убогим сооружением. Государственные рубежи берегут от врага металлическая сетка, ров, смотровые вышки и камеры видеонаблюдения. При этом антикоррупционные органы чуть ли не каждый месяц заявляют о хищениях и миллионных растратах средств, выделенных на проект «Стена». Вот, к примеру, один из последних скандалов. Детективам НАБУ удалось доказать, что деньги отмывали с помощью фирмы-подрядчика «Кодтрейд». Директором предприятия оказалась простая уборщица. Выяснилось, что женщина ничего о компании не знает, но, как призналась, в апреле 2015-го за полтысячи гривен подписала доверенность незнакомцу о предпринимательской деятельности от ее имени. По данным следствия, за три года через компанию-прокладку обналичили минимум 17 миллионов гривен. Однако в бюро уверены сумма украденных денег значительно больше. Средства проводили сразу через несколько банков. Но и это не последнее дело о хищениях во время строительства «Евровала». В ГПУ и СБУ также расследуют присвоение 100 миллионов гривен. Подозревают, что к этому причастны и чиновники погранслужбы. В стену уже замуровали 600 миллионов. В этом году сначала выделили 200, а потом под нажимом Народного фронта еще 300. Сейчас ожидают 500. А фронтовики все сетуют на нехватку денег. Пока по обвинению в краже средств, выделенных на проект «Стена», предъявлено обвинение семи фигурантам. Однопартийцы Яценюка, нардепы от Народного фронта, то и дело попадают в скандальные истории. То один палит из пистолета и ранит невинного человека, то другой вдруг становится на защиту чиновника, обвиняемого в коррупции, а третий не подчиняется следствию, отказываясь носить электронный браслет и попадает на прием к психиатру. Что же происходит с представителями одной из крупнейших парламентских фракций в нашем материале? Психически здоров. Нардеп от Народного фронта изъявил желание провериться у психиатра. В ответ на высказывание директора НАБУ посетил столичный психоневрологический диспансер и вышел оттуда со справкой «здоров», о чем и сообщил в фейсбуке. Впрочем, подобный документ вряд ли будет использован в суде по делу о коррупции. В каком случае, если лекари подтверждают, что никаких психиатричных заболеваний нет, Поляков, по сути, имеет право позвать к восстановлению своей репутации. Это уже не первая публичная перепалка Полякова и антикоррупционного бюро. Более месяца следователи пытались выполнить решение суда о мере пресечения и надеть на Нардепа электронный браслет. Хотя сам Поляков называл это незаконным и обвинял следователей в невыполнении обязанностей. Напомню, фронтовику Полякову инкриминируют взяточничество и соучастие в коррупционной схеме, лоббирование закона в пользу добытчиков янтаря. На защиту обвиняемого в коррупции и незаконном хранении оружия экс-регионала Дмитрия Христюка встал другой фронтовик с военным прошлым. Прошедший Иловайск, экс-командир добровольческого батальона «Миротворец» Андрей Тетерук не только вступился за Христюка, но и готов был взять его на поруки, чем вызвал недоумение у активистов. Тетерук не может не знать коррумпированной истории, и он, как комбат, сидя в зале суду, он понимает, что ему инкриминуют незаконное сохранение оружия. То есть, даже если ты не веришь, что чиновник подписал с мировым договором и провел бюджетные деньги, ты в постмайданский час приходишь и делаешь те же самые бесценные вещи, которые делали твои предприятия, экс-регионалы. В этой истории уже четко прослеживается единство Народного фронта, говорит активист. Мы видим, что на суде появился народный депутат от Народного фронта. В помещениях фигуруют члены партии Новых Обличий тоже Народного фронта. Вы, получается, как-то сплелись и просто обстоите деребан в Приирпине, потому что вертикаль правоохоронцев по линии полиции не работает. И примером успешности такой взаимовыручки стало дело Пашинского. В стрельбе, которую открыл Нардеп от Народного фронта, глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, генпрокуратура не увидела состава преступления. Хотя пострадавший Вячеслав Химикус в чью ногу и выстрелил Пашинский, и его адвокат опротестовали это решение. Мы шокированы были таким решением, категорически не согласны. На протяжении всего следствия мы видели, как следователь работает исключительно на Сергея Пашинского, отдавали ему все время какие-то преимущества, то есть и в плане документов, и в плане действий. Суд о возобновлении уголовного производства против Пашинского назначен на 19 сентября. Но имея такого оппонента, защита строить прогнозы не отваживается, ведь очевидна влиятельность людей из Народного фронта. Андрей Кровец, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Сходит с рук приближенным фронтовиков и политическое рейдерство. Илью Киеву социалисты обвиняют в попытке захвата партии. Защищаться они решили вместе с социал-демократами. На съезде в Константиновке объединились ячейки партии Донецкой области. По словам Народного депутата Сергея Каплина, за 4 недели представители СДП побывали в 23 городах и доказали, что рейдерский захват соцпартии провалился. Украине нужно переписать законы о госграницах. Депутаты трех фракций уже разработали целый ряд изменений. Перед этим встретились с президентом, премьером и главой погранслужбы, а также проехались по пограничным регионам, побывали в 9 областях, поговорили с местными жителями и осмотрели пункты пропуска. В результате у депутатов появились конкретные предложения, как укрепить границу. Это законопроект о внесении изменений в некоторых законодательных актах Украины о обеспечении охраны государственного кордона. Это внесение изменений в два ключевых кодекса – водный и земельный. Это внесение изменений в законы Украины о военно-цивильной администрации. На думку наших коллег, народных депутатов, которые брали участие в поездке, нужно в этом ставить крапку, принимать политические решения, принимать решения в одностороннем порядке и строить кордон по линии делимитации. 9 обстрелов с начала суток в основном неприцельные. В штабе АТО сообщают, по сравнению со вчерашним днем, провокаций на Донбассе стало меньше. Пользуясь затишием, ремонтники пытаются возобновить водоснабжение в Торецке. Подробнее Геннадий Вивденко. 8.30 утра. 8 ремонтников уже готовы к работе. Ремонтная бригада готовится отбыть в серую зону. Договаривались с той стороной еще с марта месяца этого года. На подмогу прибыли международные организации. Цель – возобновить полноценное водоснабжение города Торецка Донецкой области. Прибывают представители миссии Красного Креста и АБСЕ. Они как щит для ремонтиков и саперов. В серой зоне, возле поселка Пивдене, вражескими осколками повреждена магистраль водоснабжения. Анатолий Степанович – настоящий герой из города Часов-Яр. Чинил там трубу еще в ноябре, в морозы. Несколько раз даже травмировал руки кувалдой. Фонтаны из пробоин били на несколько метров вверх. Однако тогда он устранил течь. Затем трубопровод боевики повредили снова. С 22 по 24 августа трубу уже ремонтировали. Поставки воды в Торецк из оккупированной Горловки удалось увеличить. Однако обнаружили другие аварийные места. Задача найти порывы и устранить. После того, как дали давление, все равно порывы новые пошли. Их надо латать. Поэтому работаем. Главное – успеть до холодов. Тогда технически ремонт станет очень сложным. Сейчас вода в Торецке подается до 8 часов в сутки. Будет 10 часов, будет 12 часов. Будем смотреть по поступлению воды. Будем увеличивать. Украинские офицеры напрямую общаются с российскими командирами отрядов боевиков. Наконец, в час дня они все-таки дают разрешение на въезд в серую зону. По словам жительницы Пивденного, поселок заливает водой из водопровода. Ой, вода, там реки текут. Сразу идут, там вот так вот воды. Скоро огород затопится. Ремонтная команда отправилась на работу. Однако слесари признают, необходимо полная замена старого трубопровода. Иначе ситуация с нехваткой воды в Торецке будет повторяться. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности – телеканал «Интер» из Донецкой области. Полтонны золота Виктора Януковича арестовали за рубежом. Где именно и вернется ли украденное в Украину, выясняла Елена Абрамович. Информацию о золоте Януковича украинские спецслужбы получили несколько месяцев назад. Установили всех участников процесса выведения финансов из страны, кроме одного. Имен генпрокурор не называет, но говорит, что большая часть золотого запаса находится в банковских ячейках в Швейцарии. Великая количество золота на банковских ячейках одного из так званой семьи Януковича, так званой семьи, прозвища этого фигуранта не Януковича, найдено и вместе с нашими западованными коллегами сейчас проводятся все необходимые заходы, чтобы она была заарештована, а позже передана в украинский бюджет. Информацию о швейцарском золоте Януковича подтверждают и европейские политики. Но главное, говорят, что наконец-то есть конкретные результаты общей работы европейских и украинских следователей. Институции работают, но это займет время, потому что я просто уверен, что у группы Януковича найдется еще достаточно денег, чтобы нанять хороших адвокатов. Главное, что, я думаю, способствовало бы скорейшему возвращению этого богатства в Украину, это, конечно, беспрецедентная и принципиальная борьба с коррупцией в самой Украине, так как это еще и является большой проблемой. Евросоюз должен быть уверен, что деньги, которые вернут Киеву, не будут опять разворованы. Именно тогда процесс их возвращения может ускориться. А возвращать есть что. В Европе арестованы активы на сумму 200 миллионов долларов. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, Брюссель, Европейское бюро телеканала Интер. Еще одна схема времен семьи благополучно процветает в Киеве. Связана она с сомнительным строительством на территории бывшей воинской части рядом с национальным парком Голосеевский лес. Почему силовики прикрывают застройщика, а власти попросту пытаются закрыть на эту историю глаза, расскажет Елена Зорина. Пешим ходом с плакатами они идут к забору с колючей проволокой. Так, активисты организации СтопКоррупции решили узнать, почему застройщику рядом с Голосеевским лесом запреты нипочем. В конце июля работы здесь приостановили, разрешение аннулировали. Но, тем не менее, тут периодически появляются какие-то строители. Мы увидели там колючий дрит, потрапить на территорию мы не можем. И в связи с этим будем обратиться к правоохранительным органам, для того, чтобы все-таки осознать, что происходит. И уже потом не будет такой дискуссии, неизвестно с кем через паркан. Просто люди зайдут на территорию и влашают там наметовое местечко. Эта история тянется уже несколько лет. Строеку развернули на территории бывшей воинской части. Здесь планируют возвести 13 высоток. Уже вырубили березовую рощу рядом с лесом и вырыли котлован. Местные жители устраивают круглосуточные дежурства и протесты. Уверены, стройка уничтожит и их лес, и сам микрорайон. Это будет коллапс для Киева взагалом. На этих 4,5 гектарах плануется побудовать житловый комплекс на 3 327 квартир. В микрорайоне тысяча квартир. Тут одна единственная дорога. Тут нет школы, тут нет лекарств. Сегодня техника молчит, но совсем недавно здесь было жарко. Убивают! Убивают! Полиция убивает! Протест местных жителей против заезда строительной техники перерос в конфликт с полицией. Все это произошло тогда, когда работы уже были запрещены. Здесь были эти тушки, люди проплаченные. Полиция начала оттеснять, блокировать именно наше движение по этому переходу. Я весь синий был, все руки. Это почему? Потому что здоровые хлопцы нас в полицию набрали и крутили 5-6 человек. Заказчик этого строительства служба безопасности Украины. А вот жилье здесь якобы для атошников, так ранее утверждали в ведомстве. Сегодня наш запрос так и оставили без ответа. А вот что рассказывает застройщик. Как раз этот участок земли и подходит по всем параметрам для строительства жилища. На сегодняшний день проводится корректировка данных. Строительные работы приостановлены. И как только будет получено обновленное разрешение на строительство, работы будут продолжены. Журналист Татьяна Силина провела свое расследование. И выяснила, строить на этих землях ничего, кроме воинской части, школы или аптеки, нельзя. Таково ее целевое назначение. А вернувшимся из АТО достанется лишь 10% квартир. Остальные продадут по жирной рыночной цене. Сделка, которая началась еще во времена Якименко, Януковича и Азарова, продолжается по сей день. Корни этих компаний, которые ведут застройку, уходят в офшоры. Строительство продавливается на всех уровнях. Решаются вопросы во всех органах государственной власти. Ну и плюс, конечно же, фактор СБУ. Местные жители сдаваться не намерены. Хотят, чтобы здесь был парк. Протесты продолжат. И технику на объект обещают не пускать до тех пор, пока застройщик не откажется от своих незаконных планов. А мы будем внимательно следить, как и кто эти планы будет корректировать. По закону. Елена Зурина, Никита Исайко. Подробности телеканал Интер. Украинский газовый монополист «Нафтогаз» с шиком обновил автопарк. Как выяснили журналисты, компания купила 43 новых авто на 39 миллионов гривен. Среди приобретений и 6 элитных внедорожников. За чей счет банкет в нашем материале. 37 «Шкод» и 6 элитных внедорожников GMC Yukon стоимостью больше 100 тысяч евро каждый. В том числе один бронированный. По данным журналистов, такое пополнение в автопарке «Нафтогаза» обошлось в стране в 39 миллионов гривен. Напомним, в прошлом году глава компании Андрей Коболев уже пытался купить за бюджетные деньги бронированный «Мерседес». Якобы, чтобы защититься от угроз со стороны российского «Газпрома». Однако, когда об этом узнали журналисты, резко передумал. Мы попросили в компании прокомментировать, кому на этот раз понадобились элитные авто. Однако, на наш запрос там пока что не ответили. Многие обвиняют Коболева и топ-менеджеров компании в неэффективной работе. После того, как газ для украинцев подорожал до 7 тысяч гривен за тысячу кубов, выяснилось, что руководители «Нафтогаза» подняли себе зарплаты в 13 раз. При этом Коболев в прошлом году получал по 2 миллиона гривен в месяц, хвастаясь сверхприбылью предприятия. Сверхвысокие зарплаты и элитные покупки руководства «Нафтогаза» из своих карманов оплачивают украинцы, уверены эксперты. По мнению специалистов, газ для людей должен стоить не более 3-4 тысяч гривен за тысячу кубов. Тем временем у «Нафтогаза» может появиться неожиданный конкурент. Укрпочте мало посылок и бандеролей. Компания претендует на поставки газа и уже подала заявку на получение лицензии. Правда, как пояснил замгендиректора Укрпочты на своей странице в Фейсбуке, лицензия компании нужна, чтобы самой сэкономить вытопительный сезон. Это подробности и далее в нашей программе. Медицинская реальность. В каких условиях вынуждены работать врачи скорой помощи в Ривненской области? Президентское бремя Обама просит рекордную сумму на свое содержание. Получит ли? Семья пропавшего в Беларуси украинца Павла Гриба обратилась в Европейский суд по правам человека. Призывают срочно вмешаться, поскольку у парня серьезные проблемы со здоровьем. Об этом заявил журналистом отец пропавшего. Родственники Павла просят помощи у международных организаций, а также у властей Украины, Беларуси и России. Отец парня уверен, что к исчезновению сына причастны российские спецслужбы. Напомню, 24 августа Павел поехал в Гомель на встречу с подругой и связь с ним прервалась. В тот же день отец отправился на поиски сына. Я видел на экране, когда вводится в базу данных, вводится, оно на дисплее высвечивается. Есть прямо загроза его жизни. Я хочу по-русски сказать тем, кто меня сейчас слышит в Российской Федерации, возможно, что это крайне важно и крайне опасно удерживать сейчас Павла. МИД Украины ранее направлял ноту Беларуси по поводу исчезновения Павла Гриба, однако, по словам украинских дипломатов, белорусские коллеги сотрудничают в этом вопросе неохотно. Больница с одним умывальником и уборной на улице. В таких условиях работают в сарнах врачи скорой. Об ужасах экстренной помощи в сюжете Инны Белецкой. Все по-домашнему. Маленькая комнатка, тахта с покрывалом. Это диспетчерская и манипуляционная станции скорой помощи, которая обслуживает 100-тысячный район. Многодетные семьи, больные старики и янтарные старатели после постоянных разборок. Все они на их попечении. У экстренных медиков экстремальные условия труда. Это в зарубежных фильмах и областных учреждениях раздевалки, душевые, комнаты отдыха. Здесь одно помещение с кроватями и для женщин, и для мужчин. Вешалка в коридоре, один единственный умывальник у входа, с холодной водой. На гнилом полу расползшийся линолеум. Тут ремонты не делались, а такие капитальные ремонты, ну, в 40-х, может быть, точно не делались. А это, похоже на тюремную камеру помещения, комната отдыха водителей и заодно столовая. Скромненько, без изысков, но водители не жалуются, у них другая мечта – гараж. Хотя бы один, на все пять машин. Да чтобы с ямой. За свои гроши никогда не делали. Не ямы, ничего, едешь. Ну, я за свои платил. Я не знаю, кто там платил. Бывает, что ямы нет, нужно там пять минут на яме. Едешь, шукаешь яму, просишь кого-то там, фирмы. То едешь в ДОСА, в автопарк. Михаил Иванович на скорой 30 лет, и все 30 вот в этих креслах. Прямо в коридоре кино и актовый зал. Здесь же проходят совещания. Коридор украшает телевизор. Он, кроме холодильника, который купил «Профсоюз», самая новая техника на станции. Еще есть машины, не старые. 2013 года. Правда, все эти четыре «Пежо» уже не способны ездить по селам. Справляется только «Газель». Но с ней тоже беда. Тут уже нет силы батареи в дефибрилляторе, нет дыхательного обладания, нет дефибриллятора, нет кардиомонитора, кардиографа. Есть только иммобилизационные обладания, ноши. Станция подразделения Ривненского областного центра экстренной помощи. Завидев нас, эмоции не скрывают. Говорят, забросали письмами районные власти в Сарнах. Просили передать 12 пустующих кабинетов в местной железнодорожной больнице. Я хочу, чтобы переселили в большее помещение. Это называется авантюрное бажание. Звоним главе Сарнинского райсовета. О проблеме знает, но говорит, к нему давно никто с просьбами не обращался. В последние часы каких-то звонок не было. Давайте можем повернуться, если до вас кто-то звонок. В центре экстренной помощи уверяют, переезд в новое помещение – единственный выход. Ведь старое, как не ремонтирую, никаким санитарным нормам соответствовать не будет. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности – телеканал «Интер». Во Львовском горсовете снова обыски. Сотрудники СБУ заинтересовались департаментом образования. Потребовали предоставить им документы, связанные с электронной регистрацией в детские сады. Синовики ситуацию не комментируют, а сами чиновники сообщили, вероятно, в СБУ пожаловались родители, дети которых не попали в детсады в этом году. Всего в городе около 4 тысяч малышей не приняли в дошкольное учреждение. Но в департаменте образования уверены – родители виноваты сами. Мы смогли им дать копии наказа управления, которые касаются ответственных людей, копии положения про электронную регистрацию и копии решения выполненного комитета о функционировании электронной регистрации детей до дошкольных учреждений. Национальный Киево-Печерский заповедник остался без директора. У Любомира Михайлины, который 5 лет руководил музейным комплексом, сегодня последний рабочий день. Нового главу должна была избрать конкурсная комиссия, три представителя от заповедника, три от общественных организаций и столько же от Минкульта. Но чиновники министерства уже в третий раз не явились на заседание. В комиссии подозревают, ведомства специально срывают выборы, чтобы назначить директора без конкурса. И боятся, что тогда возле лавры начнутся застройки. Северная Корея напрашивается на войну. Такое заявление сделала представитель США Ники Хейли во время заседания Совбеза ООН. Делегатов экстренно созвали из-за испытания водородной бомбы Пхеньяна. В ООН предлагают ужесточить санкции против КНДР. А накануне Дональд Трамп заявил, что США готовы применить для защиты весь спектр возможностей, в том числе и ядерных. Дорогой Барак Обама, на содержание 44-го президента Америка потратит рекордную сумму, больше миллиона. Зачем Обаме такие деньги? И сколько штаты тратят на других бывших топ-чиновников? Дмитрий Анопченко подсчитывал. У пенсионера Обамы не жизнь, а сказка. Покинув Белый дом, он сразу же на Гавайи улетел, заниматься серфингом, много времени на гольф и отдых. Вещи его семьи перевезли в шикарный особняк в престижнейшем районе Вашингтона стоимостью 5 миллионов долларов. Он собирается писать книгу и консультировать будущих лидеров. Вот только пресса выведала вся эта роскошная жизнь. По сути, за счет государства. Журналистам газеты Washington Times попали в руки финансовые документы Конгресса, из которых становится понятно, в 2018-м на содержание Барака Обамы запрашивают ни много ни мало – миллион 150 тысяч долларов. Рекордная сумма. Еще ни один американский президент не обходился стране. Так дорого. Смета у экс-президента простая. Больше чем за полмиллиона долларов он собирается снимать офис в центре столицы. 236 тысяч долларов в год пенсия. Добавить сюда расходы на помощников, на поездки, на связь – вот и выходит больше миллиона. А ведь сверх этой суммы еще и охрана, и выплаты бывшей первой леди, и все это тоже из бюджета. И по данным газеты, только секьюрити обходится в суммы с шестью нулями. Последним американским президентом, который, уйдя из этого здания, действительно потом нуждался в деньгах, был Гарри Трумэн. Когда он в 1953 году ушел в отставку, действительно испытывал финансовые сложности. И это стало огромным уроком для всех первых лиц государства. С тех самых пор их содержит страна. Причем содержит очень щедро. На полном содержании у страны великолепная пятерка. Оба Джорджа Буша, Билл Клинтон, Джимми Картер, а теперь еще и Барак Обама. Вот только у его предшественников и пенсии расходы куда скромнее. Буш на 100 тысяч меньше, чем Обама попросил. Клинтон на 200 тысяч меньше. Скромнее всех Джимми Картер оказался. Ему и на годовую аренду офиса 100 тысяч долларов хватает. И свой дом он государству завещал. Мол, после смерти делайте в нем музей. А пока я жив, просто прибирайте бесплатно. Но с каждой сменой власти бюджет только раздувают. И вот он, новый рекорд. Похоже, Обама действительно станет самым дорогим для страны президентом. Конечно, если на фоне разгорающегося скандала не урежет смету. Финансовая информация такого рода не подлежит разглашению. Поэтому пресса и решила, что скандальными данными об Обаме с газеты поделился кто-то из окружения Трампа. Как бы там ни было, президент-демократ сейчас в очень щекотливой ситуации. Ведь у него есть выбор между деньгами и репутацией. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности Юэй. Я желаю вам хорошего вечера. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова